Понятно, что соперник не самый, может быть, сложный, но тем не менее у вас сегодня первая сторона игра пошла. Спасибо. Чем объяснять, что-то все-таки там? Самое понимание уже серьезное. Ну, команда немного слабее уровнем была, и где-то некоторые вещи проходили, получалось здорово. В втором зоне променяли Максима Китина на Семенова в исполнении, и играли в немного другом сочетании. Ну, мы уже играли в этом сочетании в Швеции на турнире четырех, у нас получалось хорошо. Ну, удачно забили голы, потому что где-то повезло, шайба удачно оскочила, где-то до счета мастерства забили. Первый пюро все равно складывался так уж просто, счет 2-2, и броскам примерно равен. С чем объяснять такое начало? Где-то мы вышли не готовы, и из-за этого начались ошибки, грубое удаление, там, кто-то ненужный, привели к обычным шайбам. То есть это все-таки небольшая расслабленность, все-таки отношение к Норвегии, это не такое, как Канаде Швеции? Ну, в принципе, все настраиваются, какой бы соперник ни был, там, хоть там сборная Астралия, все равно нужно настраиваться на нее серьезно, потому что более-таки случаи, когда она оказывалась, так что нужно всегда быть настроен на любую команду. А матчи с Чехией мы еще не думали? Да, уже с этой минуты начинаем думать о матче с Чехией, потому что это игра за выход в группу, и нам нельзя проигрывать. А что-то об этой команде Чехии знаете, смотрели все мальчики? Ну, мы играли с ними, выигрывали, и должны выиграть завтра. Вы сегодня забили шикарный гол абсолютно в третьем периоде, всех убрав на паузе. Почему вы решили действовать именно так, а почему не передачу? Как вообще-то идея в голову пришла? Ну, изначально я задумал передачу делать, но как увидел то, что ничуть не положился, и перехватывал передачу, я решил сделать паузу и забить гол. Над броском долго думали? Да нет, почему? Паузу сделал, и там уже вратарь тоже упал. Бросил на пустые ворота. У вас в первоактиве три точных броска, это лучший показатель сборной, то есть лучший снайпер сборной сейчас. Как вы вообще в такой роли от себя ощущаете? Да, какая разница? Можно, знаете, бросить 8 раз паузу и не забить ни одного гола. Можно бросить 1-2 раза и забить гол. Ну, здесь нужно играть на команду, а не кто лучше снайпер, то лучше бомодлир. Так что, в первую очередь, играю на команду. Хорошо, спасибо.